Добрый вечер! Время высокой ноты в эфире телекомпании «Принцип». Каждый год, 18 мая, во всем мире все сотрудники музеев отмечают свой профессиональный праздник. Международный день музеев признан официальным праздником более чем в 150 странах мира. Съемочная группа телекомпании «Принцип» в канун этого дня посетила музейный комплекс «Северская домна». Завод-музей основан на базе уникального памятника промышленной архитектуры «Северская домна». Сегодня это единственно сохранившаяся в России и Европе доменная печь XIX века. Экскурсия на этот уникальный завод-музей без сомнения поражает воображение. В настоящее время музей занимает площадь более 500 квадратных метров. В нем пять залов, расположенных на двух этажах. Его фонд насчитывает более двух тысяч экспонатов. Для проведения временных выставок, хранения архива библиотеки, а также для читального и конференц-залов имеются несколько комнат. Среди экспонатов макеты древней медипловильной печи, домны, нескольких цехов и их оборудование, образцы, выпускаемые предприятием продукции, трубы, жесть, товары народного потребления, множество фотопланшетов, рассказывающих о трудовой и боевой славе заводчан. В книгах отзывов посетителей встречаются записи на иностранных языках, сделанные англичанами, немцами, итальянцами, американцами и австрийцами. Сейчас это редкий памятник старой уральской металлургии. Интереснейший объект не только для туристов и художников, но и для ученых. По становлению Совета Министров СССР от 4 декабря 1974 года, Северская домна взята под охрану государства как памятник промышленной архитектуры республиканского значения. 18 мая отмечается Международный день музеев. В нашем городе этой работой занимаются два коллектива. Это Полевской исторический музей и заводской музейный комплекс Северская домна. В канун этого праздника мы встретились хранителем фондов музейного комплекса Северская домна Любовь Витальевна Худяковой. 18 мая отмечают Международный день музеев. Эта дата появилась в 1977 году, когда на заседании Международного совета музеев российская делегация предложила учредить этот день. Он был учрежден именно в 1977 году. Мы бы хотели узнать, как идет реконструкция музея. Мы знали, что нашу часовню переносят на главную площадку. Да, действительно, на территории музейного комплекса в настоящий момент ведутся строительные работы. Часовню переносят на верхнюю площадку музейного комплекса. В настоящий момент идут работы по устройству фундамента и по монтажу секции забора. Я думаю, что к Дню Металлурга, который отмечается в июле, часовня уже порадует и работников завода, и всех жителей, и гостей нашего города. То есть она будет доступна? Да, да. В настоящий момент часовня находится на территории завода, и не всем удается посмотреть ее, побывать в ней. Но оказавшись уже на территории музейного комплекса, часовня будет доступна всем, кто пожелает ее увидеть. Сегодня, по сути, становится музей главной культурной площадкой, и все чаще его называют жемчужиной завода. Как вот вам льстит такое определение? Ну, может быть, это прозвучит не совсем скромно, но я считаю, что музейный комплекс не только жемчужина нашего завода, но это жемчужина и нашего города, и это одна из жемчужин нашего Уральского края. Музейный комплекс «Северская домна» живет своей очень интересной жизнью, многоплановой жизнью, разнообразной. Здесь проходит большое количество разных мероприятий. Это и мероприятия развлекательного характера, и образовательного характера. Здесь у нас проводится множество разных выставок, выставок детских творческих работ. Здесь проходят выставки фотографий, у нас здесь выступают творческие коллективы, профессиональные творческие коллективы, любительские творческие коллективы выступают. И музейный комплекс – это некий бренд, здесь проходят совещания корпоративного характера, здесь встречаются деловые партнеры, и они видят то, что люди сохраняют прошлое, они готовы с ними сотрудничать, потому что, сохраняя прошлое, мы делаем большой шаг вперед, мы создаем будущее. Любовь Витальевна, поделитесь своими мыслями, каким бы Вы видели музей в будущем? Ну, конечно же, хотелось, чтобы наш музей продолжал развиваться, чтобы создавались новые экспозиции, чтобы здесь всегда были люди, чтобы здесь были малыши, маленькие дети, чтобы здесь была молодежь, которая сейчас приходит к нам на наше предприятие. Хочется, чтобы здесь были пенсионеры, ветераны наши, потому что музей именно существует для них. И, конечно же, они самые главные наши гости, и все, что мы делаем, мы делаем именно для тех, кто приходит к нам сюда. Что бы Вы хотели пожелать коллективу музейного комплекса «Северская домна» в этот праздник? Коллективу музейного комплекса хотелось бы пожелать новых творческих задумок, энтузиазма, энергии, чтобы воплотить все мечты, чтобы воплотить все идеи, которые в будущем ждут нас. Но, пользуясь случаем, конечно, хочется поздравить не только работников нашего музея, хочется поздравить вообще всех сотрудников других музеев, музейных комплексов. Хочется поздравить тех людей, благодаря которым создается наш музей. Хочется поздравить наших ветеранов, благодаря которым наш музей развивается, потому что здесь, в музее, есть частичка их души. Они приносят сюда свои фотографии, они приносят сюда свои воспоминания, и они оставляют след в истории нашего города, нашего предприятия. Поздравить музейный комплекс с этим праздником, подарить такой творческий подарок с большой благодарностью, благодарностью за сотрудничество, за столь долгое и плодотворное с нами, и это счастливое вам. Спасибо огромное, спасибо. Во Дворце культуры состоялся 38-й отчетный концерт народного коллектива ансамбля танца «Ровесник». Яркие, эмоциональные, по-весеннему, красочные хореографические постановки балетмейстера Галины Бакаевой не оставили равнодушным ни одного зрителя. Отчетный концерт – это всегда эмоциональное событие, вызывающее бурный восторг, волнение и радость выступающих. Ансамбль «Танца «Ровесник» был создан в 1974 году. Он является базовым коллективом Дворца культуры, его гордостью. Ни одно мероприятие не обходится без участия этого многочисленного коллектива. Ровесник является лауреатом и дипломантом многих городских и областных конкурсов. В этом году коллектив стал обладателем Гран-при на втором фестивале-конкурсе авторского творчества «Слово о полевской земле». Коллектив имеет свою историю и традиции. В нем занимаются дети и даже внуки первых выпускников. И, конечно, всех участников ансамбля объединяет любовь к танцу. Гран-при на втором фестивале-конкурсе авторского творчества «Слово» Как сказал Гёте, что вдохновение долго ждать. Танцор – властитель вдохновения. Он должен им повелевать. О, танец! Ты мечты мои и стремления. Прекрасней ничего на свете нет, чем торжество любви и вдохновения. Овации. Восхитительный букет. Весна. Время любви, надежды, встреч и расставаний. Расставаний с выпускниками, которые долгие годы радовали зрителя своим творчеством. Всех их объединяет любовь и преданность танцу, трудолюбие, скромность и порядочность. Бессменный руководитель ансамбля «Танцоровестник» Галина Бакаева вновь отправляет во взрослую жизнь своих воспитанников, для которых она стала не просто учителем. Она стала настоящим другом. И Галина Ивановна – это вот женщина, которая преподнесла в мою жизнь столько ярких эмоций, красок, и которую я очень сильно люблю. Я думаю, что все со мной согласятся, что это потрясающая женщина, очень добрая, мудрая, отзывчивая и любящая. «Танцуй, танцуй же, яркая звезда, пылай, как пламя в темном небосклоне. Ты в нашем сердце бьешься навсегда, и вечно мы перед тобой в поклоне». Народный коллектив «Ансамбль танца «Ровесник» отметил свой 38-й день рождения. Аншлаг, овации, море цветов и самые лучшие пожелания и поздравления. «В этот коллектив я влюблена очень давно. Еще когда не работала во Дворце культуры, для меня всегда концерт «Ровесника» был праздником. А сегодня, имея честь работать с таким замечательным педагогом, как Галина Ивановна, я хочу сказать, что именно на таких людях держится Дворец культуры, держится культура нашего города. И в этом плане Галина Ивановна вне конкуренции. Каждый ее танец – это маленький спектакль. Каждое ее выступление – это какой-то особый мир. А самое главное – эмоции детей. Она заставляет улыбаться, плакать, смеяться даже тех, которые, казалось бы, прежде были не раскрыты. Вот для меня это феномен и это секрет ее успеха, любого ее танца. И каждый год выпускники, и каждый год люди, которые давно занимались в этом коллективе. Все-таки мы открыли 38-ю весну этого коллектива, и каждый раз радость встречи. Это незабываемо. Эти эмоции, они способны сделать многое в нашей жизни. Спасибо, Галина Ивановна, вам за это творчество. С вами была Ольга Овсяникова. До встречи в эфире телекомпании «Принцип». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова